Продолжение следует... ...самая являющаяся крупной деталью в его спектаклях. Речь идет о Сергее Букрееве. Запомните. Его друзья, коллеги по актерскому ремеслу решили не проходить мимо такого события... ...и подурачиться, подразниться, пошутить и немного погрустить, пробежавшись по некоторым авторским нетленкам. Сама книжка уже вышла, лежит у нас здесь в фойер, ко всеобщей радости в ожидании покупательского спроса. Друзья, я шарман себе узнал очень много из предисловий, из рецензий, которые прислали мои друзья. За что им огромное спасибо и низкий земной подвод, за то, что они хотя бы на этом остановились. А вообще-то я и сам умею больше о себе рассказать. А мои товарищи будут мне в этом, ну, помогать, наверное. Координатной сеткой мира пута, в селении под правильным углом, и жизнь моя легла на стол кому-то расчерченным линовным листом. Мне больше не положено безумство, не мог ни страсти больше мне не знать, и спрятано надежного линодумства, и дурь моя забилась под кровать. Не пить веселой хмельной отравы, и не сходить с ума из-за любви, а прежней веселой забавой, как выяснилось, больше не моим. Я выжимаю из себя свободу, давлю ее и наяву, и в сна. Какая ж сила воли мне нужна, чтобы не давать моим безумствам ход? Боюсь, что может не хватить стараний. Сизиво в этот труд мне мышцы рвет, ведь если выход дурь моя найдет, она мне отомстит за воздержание. Я уникум. Спешу похвастать всем, что мной должна гордиться вся семья. По созиданию самому себе проблем нет в мире лучше мастера, чем я. Я радуюсь тому, что сэ ля ви, и ямы сам себе люблю копать. Все ангелы-хранители мои устали от меня меня спасать. И пусть я водолазу не горжусь, и Эвереста мне не покорить, но в этом деле я собой горжусь. Ведь должен я хоть в чем-то первым быть. После утреннего мациона, чистый светел, как тот херувин, Я стою перед зеркалом скромно и любуюсь собой самим. Что там Гегель, что Кант и Петрак, их достоинств не умоля, Я скажу, что такого подарка не имела до сели земля. До чего же я ладный и статный, говорю очень скромно себе. Кирпичом бы тебя силикатным, да по умной твоей голове. О цирке и о медведях. Спросите меня, мечтал ли я о цирке. Ну, я же мечтал, как мечтают о космосе, или как стать актером, или еще там чего-нибудь. Не предполагаю, не проделывая для этого никаких усилий. И вот как-то кто-то мне когда-то позвонил, и даже не через меня, а передал, что у меня есть интересная работа. Это был самый конец 80-х годов прошлого. Я оказался на улице Осипенко, на Несадовнической, в московском дворике, перед табличкой московской дирекции коллектива Цирк-Носы. Я подумал, что, ну, я уже, какая разница, на кого ссылаться, если есть хорошая работа, интересная, то я думаю, что имена и фамилии не имеют значения, тем более, что имена и фамилии выскочили из головы. Это был понедельник, утрома до него было воскресенье, а до воскресенья у меня была еще и суббота. Поэтому я так, с очень серьезным утренним и понедельничным лицом, в плаще, все равно застегнутым, зашел в кабинет к заместителю директора. Я увидел, что все-то цирковые чиновные функционеры ничем не отличаются от любого партийно-хозяйственного чиновника. Взгляд тот же, костюм тот же, интерес те же абсолютно самые. Отвечать усталости уже от последующих даже посетителей на лице. Он убрал что-то в ящик, связь с видимым удовольствием, посмотрел на меня. Тут на меня упало за ременью. Это бывает, болезнь такая. Но он живет совершенно отдельно от мозгов. Я не нашел ничего лучшего, достаточно строго его спросить. Вы мне вчера не звонили, нет? Должны были звонить, нет? Я не знаю, кого он вам не увидел, какой АБХС или что-то еще. Он подобрался. Он привстал, он привстал, не встал. Он так с откляченным фюзеляжем стал перебирать какие-то бумаги, листать, перекинуть. Да нет, ну что вы, что вы, нет, я не мог, я на даче был. Подождите, а вы кто вы, по какому вопросу? А Зарени продолжал свою работу. Я уже так делали, что ухожу, вот таким тоном, каким говорят, ну-ну-ну, тебе жить. Я сказал, ну раз ты звонили, что я пойду тогда. Он меня так дал, он меня вернул в кабинет, он посадил, ну-ну, пойму меня кофе. За это время насверлила мне штук 50 дырок. Я не знаю, правда, кого он вам не увидел, видимо, что-то ужасное. В конце концов, я, как сказать, расставаясь с Орелом Мистера Икс, говорю, где я вообще по поводу работы зашел. Облегчение, ну просто, теперь обрушил смысл. Он оттянул галстук до уровня ниже здравого смысла. Он говорит, господи, я его, я и работаю. Но, видимо, я так произвел мне впечатление, такое, своим заходом, что он тут же предложил мне поближе, значит, путь, проложил мне вербально путь в советские импрессари. То есть сначала там помощник, администратор, администратор, возить коллективы, в общем, вначале поближе к деньгам, шешет, бешет, я уже почти был готов согласиться. В это время в кабинет зашел Виктор Иванович Берда. Я тогда не знал, что он Виктор, не что он Иванович, не что он Берда. Потом в моей трудовой книжке появилась запись. Дрессированный номер, дрессированный медведи под управлением Виктора Ивановича Берда. Просто шел человек, стучаясь во все подряд, читая какую бумажку. Вот это мне просто подписать, извини. И таким тоном, каким представитель колхоза рассказывает, вот это наша кура, это наш поросяк, он присылает, наш дрессированный. И, кстати, экрана ему тоже нужна, говорит, ассистент. Давай мне подмигиванием понять, что мы понимаем, что это все, мы это тут уже проложили. Значит, опять вернулось озарение, и кто-то моим голосом в кабинете сказал, хочу к медведям. Они оба на меня посмотрели. Один из интересов, чиновник на меня посмотрел, как на полного придурка, который меняет курицу на лошадь. Вернее, наоборот, лошадь на курицу, потому что очень обрадовался моему решению. Я растерял все очки, которые набрал перед этим завестителем директора. О, и хорошо, идите вон там на улице поговорить. И все, мы вышли поговорили. Он сбегал куда-то, Виктор, он еще бы подписал какую-то бумажку. И мы поехали в Монтовское шоссе, в пивной бар. Почему пивной бар? По двум причинам. Во-первых, у Виктора тоже был понедельник после выходных. А потом там на Ильинской улице, в конце Алтушки, в гараже Министерства культуры стоят те самые медведи. Под ячменный лотос. Он провел полный инструктаж и сказал, что если я не передумаю, я завтра, к двум часам должен явиться в ДК на Добрынинску, потому что там будет целых два представления. Где, собственно, и должен был состояться мой первый рабочий дивидцепт. Прыгаю, держась за ягодицы, Крою матом десять этажей. Просто кто-то любит порезвиться в номере метателя ножей. В два часа я приезжаю отдыхаем. Виктор там уже с утра, уже расчеклили барьеры, самокаты, думы, все, чем усложняет жизнь хищникам в момент циркового номера. И он мне сказал, что там в гармане придет медведя на цепях. Он сказал, ну, ничего делать не надо, ты постой, посмотри на медведя, заду на представление. Очень хочется рассказать про цирковое закулисье. Получится длинно, но просто скажу, это сказка, это волшебство, потому что это вот как будто заглянуть за циферблат часов и удивиться, как вот, что там делается для того, чтобы показывалось точное время. Заканчивается представление, выходит Виктор Иванович. Говорит, да, он уже в комбинезоне переоделся, что-то жует. Говорит, ну что, что стоишь, иди отцепляй медведей. Я на этом кураже поворачиваюсь к медведе, да. Нет, это был не страх, это точно. Как вам передать ощущение-то мое. Я повернулся и увидел свой пиздец. Потому что, ну, вот она и закончилась вам. Потому что издалека медведи великолепные вообще впечатления у тебя произойдут. Они милые, они такие славные. До тех пор, пока ты не осознал, что тебе сейчас к нему надо подойти. Если бы мне кто-нибудь сейчас, когда я уже весь такой, как Давид Романович, мне передал все мастерство, когда я весь такой мятежайник и все, понимаешь. Если бы передо мной кто-нибудь вот так бы пошел к медведю, я бы тут же прервал его ход, дал бы билет на обратную, денег на билет на обратную дорогу. Просто займись другим. Все, что можно было делать не так, я так не так и сделал. Во-первых, я отклячил зад. Я закрыл глаза. Ну, черт на смех пошел. Идти надо. Не пойти нельзя, а и идти нельзя. И вытянул вперед руки. Вот в этой вот позиции я двинулся на медведя. Видимо, так выглядит медвежий ужас в глазах медведя. Из пыльного сумрака, как у листов, от них вот это двигалось, расставив грабли. Значит, напугать медведей можно еще только одним способом. Вот как в селянке, когда встречают, дикую малину собирают, с медведем встречаются, они-то уже... Медведь пугается, убегает. Вот другого способа еще напугается, только вот так. Они рванули от меня в разные стороны. Вот рванули настолько, насколько позволяли им цепить. И я уже на тьме нашарил медведя. Долго выхватился из карабина, вообще медведь большой офигист. Он все равно пахнет от вас водкой, там, одетого во что. Главное, чтобы ваши движения его не раздражали. Были привычные, вот то, что вы делаете. Тогда они не беспокоятся. Я делал все неправильно. Что со мной делать, они не знали. То же это будет круто. Я говорю, что значит, а в это время, вы представляете, мое прощание с жизнью, перед глазами написанным красным то самое слово, которое два раза произносил уже. Значит, как только карабин щелкнул, отпускается, и грохнул, медведь от меня рванул. Значит, от меня не получилось, получилось со мной. Потому что я умел. Он, например, оттащил до дальнего угла. Там я его зафиксировал как-то странно. Он подняться не мог, чтобы вступить со мной в единоборство. Он сам не понимал, что ему надо делать. Он усел на задницу ровно и стал ждать, чем будет этот придурок сам со мной делать. Я как гордо, что я вроде как все-таки с медведем поднял глаза. Я говорю, что теперь еще вообще, что делать? Он говорит, ну все, все нормально. Для первого раза сойдем, цепляй назад. Я спрашиваю, а что они так сделают? Я дурак вопрос задал. Что они так сделают? Гордо, ну что ты, чем ты недовольный? Он говорит, как, что? Все. Но, говорит, главное, ты медведя не отпустил. Поэтому мы сейчас пойдем обедать. Вот тут эпизод был огорожен все-таки пожарными щитами с инструкциями. Над инструкцией появилась голова Жоры Падре, Георгий Джиннибекян. Падре это цирковое прозвище. Удивительный судьбный человек. Ну и одним можно книгу писать. Он обрусевший армию. Он просто говорится не что. Он у нас с селедкой разговаривает. Правда. А селедка там, лис пахтой. Ты мой кисломолочный брат. Неважно. А вот он появился в головах. Бендер посмотрел на него. На меня говорит. Ну как? Вот он так прищурил глаз. Кинг-Конг. Я пропустил вот шпику. Гордо хотя в этот момент. Меня примели в цирковые. И это прозвище прибудет со мной во веки веков. И войдет в историю московской дирекции коллектива цирка. На сцене обо мне будут сочинять, рассказывать истории, сочинять легенды, перемешиваясь с правдивыми историями. Я сам запутаюсь, где было, где не было. Со мной еще много еще будет грустного, веселого. Еще раз, селечка. Что? Со мной еще много еще будет веселого, не очень грустного, смешного. В общем, разного. Просто такая работа по неписанному уставу из мата и липкого пота, из боли во всех суставах. Среди гомонящего торга, среди ошалевшего люда, услышав выдох восторга, превратится на миг в чудо. А потом, за грязным пологом, успокоив беса, азарта, попросив прощения у Бога, постараться дожить до завтра. Весна, любовь, романтика. Ну, раз весна. Который раз дежурю под балконом. Все чем почиваю, водка и букет. Но в сотый раз фиксирую со стоном, что полночь близится, а у вас все нет и нет. Я нервно тереблю букет мимозы. Вот тих уже вернулся в левый глаз. Идут минуты. С ними тают грезы. Любимая, добро бы в первый раз. Я словно лошадь, загнанная, вы мыли. А вас давно пора мне удавить. Любимая, меня вы не любили. Да кто ж так любит, мать его, идти? Вы тёрнули разок бедром небрежно, и я потёк, как в моей снежной комнате. Я вас любил. Так искренне, так нежно. А что в ответ? Динамо и яблок. Как глазом вы в меня стреляли тонны. Каким желанием был наполнен взгляд. Алина, или как бы я сам не помню, обманываться я уже не рад. От вечного сверпящего желания я весь зелёным стал, как малахи. А 33 несбывшихся свидания добавили хронический отик. Ну что ж я не делал? Вон полгон, он близко. Один рывок, и я увижу вас. Однако тут от наледи всё склизко. А я давно не важный верхолаз. Я принимаю важное решение. Подтягиваюсь, резу на карниз. Я вам устрою чудное мгновение. Вот только бы не сорваться нахрен вниз. Я дёргал тебя за косички. На стульчике кнопочки плал. Бывало зажжённые спички. В восторге в кармашек совал. Любовь. Ты великое счастье. Я помню сейчас, как во сне В порыбе безудержной страсти В портфеле огрел по спине. Страдал я, расписывал стены. Но всё же тебя я сразил. Штаны мне. В конце ремены Ты вылила банку черни. Сохнут уши на крючке. Что-то булькает в бачке. Так печалюсь я, ребята, Словно бабочка в сачке. Так тосклива на душе, Если уши не в лапше. Засыпала с олигархом, А проснулась в шалаше. Едва заметив силуэт, Похожий его печальным взглядом Провожая, Я понимаю, Этот свалит тоже. И день опять пройдёт безружный. После, что стоя на крыльчке После бани, Я гляжу на спящее село, Медленно приходит понимание, Как же мне с либидо повезло. Мне ты, либидо, моя либидо, Как попутный ветер кораблю. Милые Маруси, Тани, Лиды, Я вас всех по-прежнему люблю. Я беру трёхрядную гармошку, Надеваю праздничный картуз, Потерпите, барышни, Немножко, Я, конечно, к вам ещё вернусь. Выхожу один я на дорогу, Лебедо указывает путь. Не судите, праведники, строго, Не могу весной Не взлебеднуть. Ну и про кино, конечно. Пятым трупом на войне Я снимаюсь в кине. Третий день лежу в канаве, Перепачканный в говне. Как изящный мой этипаж Вписан в утренний пейзаж. Только больно давит в яйца Бутафорский патронтаж. Поначалу бил мандраж, Но помрешь подбодрил наш. Труп, измазанный на вузу, Очень важный персонаж. Вдаль смотрю я веселей, Жизнь становится светлей. Для хорошего артиста Нету маленьких ролей. Ну и вообще про жизнь. Одна, но маленькая блять Ко мне повадилась летать. Кружит и сядет на кровати И не дает ни есть, ни спать. Большая блять летать не может, Но есть и спать мешать тоже. Как много их... Приходит, топчется в прихожей. Приходит, топчется в прихожей И мозг мне непрерывно гложет. Как много их среди людей Больших и маленьких ледей. И ужас в сердце птичкой бьется. А вдруг гигантская прихожей. Приходит, топчется в прихожей. В виде смс с рифмованными вам Придет Новый год, Принесет, уйдет, Зайдет, чтобы вам, чтобы нам. Ничего никак, нигде не доставало. А я не могу ни читать, ни слушать плохие стихи. Я сейчас не хвост и чертал, И все действительно так. Вот я однажды работал в такой конторе, Где пугатая, дама, Такая романтическая, Романтического склада. Она каждому корпоративному Оброкидыванию стаканов Индивидуальные поздравляют Такие сочиняла. Мы вам, чтобы вас, чтобы нас, Не болейте, у меня вино Стакая не скисала. А вообще, по-боже, Горькая свина вкус портила. Отчего-то Новый год Графоманов, Как и прит. Синий дуг, Ни валерьянка, Ни касторка не берет. На меня Наводит страх Поздравление в стихах. Эти оды, спичи, Тосты Виснут кири на ушах. Принимаю смс, Матюкаюсь на прогресс. Рифмы в этом смсе Увеличивают стресс. Люди взяли за пирог, Не побаловав нутро, Не доев своих салатов, Не допив свою ситро. Дочитав билиберду, Я на это все Холоду. Береги, Сережа, нервы. Много праздников в году. Вот мы и добрались До графомания, Графоманов и пародии на них. Кстати, я правда не могу понять, В чем разница между пародиями и грозненками? Дразнинки это всегда адресное. В автора, В персонаж, Не знаю, В себя, В космос. В пародии это всегда отсыл. А, кстати, Ну, как по-другому? Не пиграммы, Сразу вспоминается 19 века, Александр Сергеевич, Или у меня только Эстограмма Графта. Нет, В этом дразнинки. Что-то есть в этом, Озорное, Пацанячее. Мне, в общем, Это название нравится. А пародия всегда отсыл К хромому какому-то Авторскому тексту Или к слишком закрученным образом. Вообще, Стихотворить в нашей стране Любят многие, Много, И иногда, Честно говоря, Читая, Поднижает самооценка. Вот почему? Потому что пытаешься в них. Может, там вот во всем этом есть Какой-то образ, Который ты в силу своего ограничения Ума никак понять не можешь. И так напрягаешься, Напрягаешься, А потом происходит, Как бы сказать, Незапланированные стихоизвержения В виде пародии. Вот, например. Стихи автора Под ником Растаман Опубликованы на одном из сайтов Любителей поэзии. Небо тяжелое, Дома, как в танке, С бывшими женами Стаптовой тапки, Копи бессмертные, Смертные лиги, Картриджи сменные, Вкус земляники, Матом обложенной, Явно салагою. Так не положено Выдь бы с собакою, Ранец стражженая, Вот будет дубиная, Небо тяжелое, Небо тяжелое, Вновь чужую библию. Вот я стою перед вами растерянный, Матом обложенный, Словно расстрелянный, Тапком по картриджу Дважды отхлестанный, В общем, стою, Как теленок обоссанный, Женами битый, Коллегами руганный, Так и стою я, Дубиной неструганной, Небо чужое, И все тут немилое, Вкус земляники, Плодово неягодный, Смертные лиги, Мелькают повсюду, Вкус земляничный, Плодово неягодный, Жизнь обнажила Корму неприглядную, Русский простой, Показался чужбиной, Вот что портвейн, Сотворяется мужчина, Вот вам экскурсия, Одна дама, Художница, Лариса Луханевна, С Красноярска, Свободный от этого времени поэт, Отдала большое количество стихов, Я не знаю, 60, 70, 80, Очень серьезный, Глубокий теме, Который звучит так, Все мужики козлы, И разворачивает эту тему, Вплоть до, Вот все дураки, Не лечитесь, А я тут встаю, А да, Вся в белом и красивая, Налицо ужасное, Доброе и мудрие, Ну, что ж, Посмотрим. На скамейке, Да, мы с книгой, Рухлядь, Антиквариат, Не для фиги, Для интриги, В сборник пялиться с утра, Познакомиться вы рады, А где же тот интеллигент? На скамью присядет рядом, Ногу прислонив к ноге, Уж тогда бы осмелела И на ужин пригласиться, Только бурша, Соловелый, Хочет листья попросить, Часть пойдет на сигаретку, Остальное про запас, Счастье выпадает редко, Даму жизнь без прекрас. Сядет бомж, На лавку хмура, Дух похмелья перевезти, Да чё ж хреново утром, Глядь, А рядом кто-то есть, Перебрал вчера Акдама, Пуль стучит в его висках, Восседает рядом дама, С толстой книгой в руках, Лиф, Тюрнюр, В ногах собачка, Бант лиловый на косе, Может белая горячка, Подкаралась во всей красе, Десять классов сразу видно, Не из наших, так сказать, И масштаб такой, Солидный, Плюс один, Удов на пять, Он участвовал так далее, Влево сдунув свой Акдам, Ты же книгу вверх ногами держишь, Как тебя? Мадам! Дальше всё пошло грустнее, Может, что не так сказал, Может, двинулся плотнее, В общем, В памяти права. На скамейке под березой В старом парке ворот, Поражаясь странной позой, Бомж лежал, Открымши рот. Это вторник был, Смеркалось, Всё в обычном ушло плече, Дама гордо удалялась С фолиантом на плече, Грациозно, Отрешённо, Вся изящно, Как газель, И ругалась, Приглушённая. Я вообще-то мадемуазель, Как он, Грязная скотина, Мог такое мне сказать, Про чему всё-таки Мужчина Буду чаще Здесь бывают. Стихи того же автора Как приятно Ничего не помнить Как приятно Ничего не помнить, Голова садовая пуста, Можно не рассчитывать На помощь, Начинайте с чистого листа, И пишите всё, Что захотелось, Возраст, Пол, Профессия, Семья, Тело без мозгов, Всего лишь тело, Я, Иван Мизин, Это я. Амнезия, Счастье для отважных, Пофиг, где и сколько их вчера, Пол, Возраст, Пол, Профессия, Не важно, Важно, Что по новой всё с утра. Поздно трепыхаться, Милый, Поздно, Что случится, Знаю наперёд, Утром будешь ты неопознан, И по новой принят в оборот. Как приятно Ничего не помнить, Голова по-честному пуста, Горизонт окинув взором тонный, Начинаю с чистого листа. Амнезия, Амнезия, Дар от Бога, Это и оружие, И щит. Выхожу, Одна я на дорогу, Кто попался, Тут уж не взыщу. Одна я на дорогу. С унинатором, Отвечался тем, Что он выходил на сайт, Сайт любителей поэзии, Ровно в полночь, Как тянет сагам, Это я сейчас ничего не случу, Его просто омажил, Да, у некоторых количеств людей, Выходил, Откладывал, Как кийцосик их, И отневестившись, Уходил, Не дожидаясь, Ни рецензии, Ни паролей, И продолжалось, Некое количество времени, Ничего не соврал, Сдался город, Дождями наученный, Небо треснуло, Вновь не почините, Птицы мазаны черными дучами, Гром поздравила громко с починами, То ли там был, А может и кажется, Думы, думая, Выбитый заживо, Небесами, домами, До кожицы, Как лекарство, Чтоб прошлое зажило, Размышляя, Что ты мне ответила, Если б я вдруг раскрыл сердце Сразу бы, Не осталось бы строчкой отметина На душе перевязанной фразами, Ничего, Счастья хочется каждому, Я и сам растопил бы сомнения, Хорошо это делать, Бесстрашному, Я же малость смущен от волнения, Вдруг прогонишь, Не мил стану, Мало ли, Одарив меня взглядами жгучими, И дожди меня струями жалями, Речи больно черными тучами. Я забрасывал город с сонетами, Стихо струял нещадно балладами, Тарабанил по крышам куплетами, И другими гнобил эскападами, Это все для тебя, моя милая, Лишь бы ты не гнала меня к лешему, Что там город, Весь мир изнасилую, Всю природу стихами увешаю. Плачет небо свинцовыми тучами, Океаны мастерики пеются, Сдался город стихами изгучен, Только ты продолжаешь, Кобелец. Вернемся к стихам Ларисы Луканиной. «Ну кто сказал, что ночью тихо?» Опубликовано одно из сайтов любителей поэтий. «Ну кто сказал, что ночью тихо, Собаки лают, лес шуршит, Там злое ходит, бродит лихо, Вздыхая раны вороши, И я бесхитростную лепту Внесла в тотальный шум и гам, Возлает новостная лента, Лента не светит отдыха ногам, Стучащим в так простецкой песне Шкварчит глазу не на плите. Нет, ночью тоже шум, Хоть тресни, Пусть занимаюсь я не тем». Шумит камыш, шкварчит глазунья, Во тьме кого-то кто-то бьет, В ночи нетрезвая пивунья Про долю женскую поет, Сосед женою бьет об стену вдали, Орет магнитофон, Под милицейскую сирену Горланит сводный хор ворон. Тот, кто сказал, Что ночью тихо соврет, Недорого возьмет, Полночный шум с неразберихой Уснуть девице не дает. И я, хоть занята не этим, А занята совсем другим, Но к этим милым звукам летним В ночи и свой добавлю гимн. И вот еще одно стихотворение Фаэда, как всегда не милит, «Свет там в окошке маячком, Свет там в окошке маячком, Под кофеек, да с молочком, Но в две сплошные полосы Качаясь тикают часы, Уснувший, располневший ком И свежая выпеченный торт. До суеты на пять минут Понятно, что меня тут ждут. Протерпо с пианино пыль, И неоткрытая бутыль С заваркой режется в ничью. Хоть повод есть, Но я не пью, не пью, И даже здесь не ем. Но прихожу сюда за тем, Чтобы, откинув жизни суть, В уютно неге отдохнуть. Взгляд хитрый, словно на весы, То на меня, то на часы, Забудь ей прошлых ерунду, Не бойся, скоро не улыбится. Так, ну, не куплюсь. Понятно, что меня тут ждут. Так, так, зайду на пять минут. Какой приветливый народ. Зашел, несите торт. И вот, сижу в гостях четвертый день, Все в мозге сдвинул на бекре, Уже не ем, уже не пью, Лишь воздух вирши выдаю. Легла гостям на уши пыль, Скучает с брашкой бутыль, Прокисчерешивый компот, Забился в угол жирный кот, Погасли свечи и камин, Теперь звездю, лишь я один. Селедка сохнет на столе, А я луч света, ваше белье. Хозяйка костя на дверь, Я понимаю, я не зверь. Ну что вы, бросьте ерунду, Не бойтесь, скоро не уйдем. Вернемся к женским стихам. Мой донжуанский список пуст. Мой донжуанский список пуст, Я сам не видя тени пушки, Презрела буйную толку, Расположилась на опушке, Я отрываю лепестки, Цветка магическая сила, Меня любили мужики, А донжуана не любили. А с мужика какая страсть, Вдразди позабыв все страхи, Смогу на бедного напасть, Отъел растнящуюся ряху. Лежит в три дырочки носки, Как будто я его скосила, Меня любили мужики, А донжуана не любили. Сунов, гулям от тоски, Туда, сюда, по Пикадиме, Меня любили мужики, Но как-то так недолюбим. В озере синие гляжу, В полях ромашки общипаю, Но не хватает куражу, Когда даешь кому попасть. Но есть на свете дужуан, Но с другими бродит где-то, А рядом вялые поэты. Напрасно только мнут диван. Дразнилки по теме и без нее. С учетом общей обстановки Забот как вьюга намела. И тут дела, и там дела. Жизнь прокурора тяжела Без специальной подготовки. Тут нужно знать, а не гадать, Ведь он как витязь на распутье. Где возбуждать, где закрывать, А главное, не перепутать, Кому чего и сколько дать. Соседка, потеряв покой, Стоцкою, помутневшим в зоре Кого-то обречив в позоре, Вся птица, дергая щекой, Становится вдруг злой такой, Что жопа нервной рукой Выводит на моем заборе. Спрошу и я, потопив взор, Ну и при чем же мой забор? Теперь совсем немного Гражданской лирики. Стихотворение аж 1989 года. Что с того, что раскрыты карты? Что с того, что нам голос дало? Все равно для народа Харти императорский, Пишет глава. Неужели и в самом деле Мы достойны своих вождения? Неужели, ах, неужели, Кто покладистей, тот умней? Мы князей наплодили сами, А над ними великий князь. Вот и топчут нас сапогами И вминают, вминают в грязь. Исправлять этот странный казус Для кинжала напрасно труд. Если Цезарь сменит август, Вряд ли станет доволен брут. Та ли партия, эта ли партия, Брут ли, Март ли, Октавиан, Все равно Для народа Харти императорский, Пишет. План. История следующего стихотворения, Она научила мне очень многому. Я как-то разместил его на сайте, наверное, И один режиссер, так он на всяком случае представился, Очень сильно его раскритиковал. Скажут, женской поэзии, Это вообще никто не знает, Чем, собственно говоря, Сибирь говорит прямо в сумма оценку. Ну, мы же все видели. А потом я узнал, что в одном городе Фронтовики, участники ветераны войны, Переписывали от руки, Добавляли какие-то строчки своей жизни, Стихотворение жило совершенно самостоятельно, Нашли что-то свое, От себя женщины, мужчины, Писали, писали, писали. Это был такой, признаюсь честно, Для меня личный удар в счастье, Потому что, наверное, одного этого Достаточно для того, Чтобы удовлетворить вообще Все мои авторские амбиции. Вот они. Ночь ползет себе тихо к рассвету, А покоя в душе все нет. Мать сжимает в руке повестку, Затянуть бы этот рассвет. Эту ночь, умываясь слезами, Рюкзачок собирала она. Вот и младшенького призвали, Сорок первой, наверное, войны. Ах, как младшенький спит-то сладко, Как младенец ей, Богу, спит, И не знает она, солдатка, То, что старший уже убит, Что не слезы, а вой истошная Разнесется в избе ее, Будь какой тут характер прочный, Похоронка возьмет свое. Вот и все, и гудить пора бы, И на станцию в эшелон, Заревут, зарыдают бабы, Провожая своих на фронт. А ребята заладят шутки, И, мол, назад с подарками жди, Не уйди его, мать, минутку. Ну, пожалуйста, не уйди. И вот одно еще стихотворение, Которое мы хотели вам показать. В Доке уже несколько лет В Доке уже несколько лет В Доке переошла Одна из спектакля «Язычники» По пьесе Ании Голубской. В январе 2011 года Она прилетела Для получения приза Как раз за пьесу «Язычники». Но через полчаса После прилета Размучал взрыв В результате которого Она погибла. А ей было 30 лет. Мысль бестолковая Мозг уложит. Этого с нами быть не может. Все это там, У них, у прохожих. Чем-то на нас Совсем не похоже. Не наша дочка Зайдется в плаче. С нами все будет Совсем иначе. Минет январь, Все рассосется. С нами наверняка Обойдется. Но почему-то Совсем не мимо Ужас Передвинется неумолимо. С тручкой мелькнет В новостной ленте Смерть Тротиловым эквиваленте. Как фейерверком В глаза брызнет Тридцать пять Человеческих жизней. И уж теперь Ни с кем-то А с нами. Рядом больше Не будет Аня. Новость В топ-шоу Обсудят Люди Между клипами О фастфуде. И из-за Урчат Худ Совета В стае Нужно Срочно Ее Ставить. За Репортерами И журналистами Новость Обсудят Специалисты. Сколько В граммах Было Отмерено, Чтобы Отправить Талант Безвремени. Сколько Потребовалось Этой Дряни. Все Мы Язычники. Прости Нас. Аня. И вот Мы Выруливаем На финишную Прямую, А может Быть И На взлетную Полосту. Итак, Хулиганская Пьеса Шутка Золотой Действующие Лица Буратино Герой Любовник Мальвина Его Любовница Алиса Его Любовница Тортила Тоже Его Любовница Вьером Муж Мальвины Сверчок Разумная Говорящая Домашняя Насекомая Юноша И девушка Менеджер Элитного Агентства Знакомств Но правда Шутка Только шутка Буратино КОНЕЦ КОНЕЦ Какое чудо, милый Буратино Хоть ты из дерева, а все же высокий класс Доставь меня Иди домой, Марина Ты поведи уже четвертый час Передом и страдался православа А я уже порядком подустал Иди, найди кого-нибудь другого Я ж не железный Я из дерева Нахалый Неужто ты меня совсем не хочешь? Еще немного страсти и огня Уйди, уйди домой, Марина Уж обполировала ты меня Я так и знал Ты снова извиняешь? Что значит снова, милый? Объяснись Что ты здесь делаешь? Как будто ты не знаешь Я говорил тебе, дружище, не женись Ой, ой А ты как бог Увел женого друга Да ладно, милый Как будто ты не знаешь Молчи, молчи, неверная супруга О, господи, да сгиньте Оба с глаз Еще немного утоплюсь Ей бог Ты же не утонешь Ты идешь домой? Пошли домой, московская прописка До встречи, деревянненький ты мой Еще поймаю то, что искалечишь Молчи Мой мир, напомни я тебя Люблю Еще одна такая, братцы, встреча И я себе чем-нибудь отрублю Чего там? Подови тебе подмогу Нет, правда, выбивай все-все Хоть старый папа Карла Слава богу До этого подорами я жил И день и ночь От них покоя нету Ну, прямо не комодка А бордель Ну, тебя тут не хватало Не доводи, сверчок Ползи, Отсель И вот вам благодарность человека И так терплю всю эту карусель Я здесь живу Уже четыре века Так почему же я, Балдин Отсель Слава богу Какого черта Я совсем не рад Мой караван не ехал Рад за что, да? Я мог бы и не ездить, старый, да Я так скучала по тебе, любила О, как я-то по тебе скучала Я прям в слезах всю ночь проводила Я так всю подушку обрыдал Взбодрись Ну, что ты роба, как ребенок Ужди скорее страсть мою Не узнаю тебя сегодня, мальчик Я уж сам себя, а, не узнаю Не надо Не надо Я болею Взбодрись 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 Я тебя Хорошего не выйдет Ничего! Да! Нет! Не надо! Пожалуйста! Нет! Да нет, я вовсе не ханжаю, уж поверьте право слова, что круглосуточно приезжать желания нету никакого. И я был молодым и рьяным, и даже, доложу и вам, лицом не били тараканы за мой успех у ихних дам. Но мудрость, говорит, меж тем, что все равно любовь любовью, но вот такой рекордный темп, огромный вред здоровью. Ха-а-а! Ха-а! Ха-а-а! я не счастлив ну просто не думать бляди я завтра котик бляди ты-ка ночью что? завтра все понутро? нифига меняю место жительства фига все решено и я останавливаюсь другим уеду скроюсь будет шито крыто иначе братцы мне придет газды воспламенишься ты же деревянный от трения да как тут не колдуй или в гоп загонят эти куртизанки или мужья придут отпилят нос так чемодан белье то все все ну и все ну и все Ну, говори скорей, я уезжаю. А я тебя, голубчик, не пущу. Да ты в своем уме, подруга? Что ты несешь, как это не пущу? Не утомляй, иди домой, старуха, не то я кобелястую приспущу. Э, Артемов, гони ее холеру! Говорит, Артемов, редняка, убежал. Да пусти, ты ворвешь рукав. Мегера мне куртку, и еще баба покупал. Ты не кричи, не пулянь, мой сладкий. И, погоди, животными пугать. По завещанию моей покойной бабки, я кое-что должна тебе отдать. Какая бабка? Что это за завещание? Ты говори, покуда время есть! Ключ золотой, придачу, в состояние. Еще должна отдать девичью честь. Какую честь? Ты что еще беруешь? Мою девичью. Ну, понял, наконец? Коль ты меня, Таноси, восподобишь, получишь куч. И золотой лырец. Отдай мне честь. Ты что, еще девица? Хотя, правда, как что я говорю? Кто может на такое соблазниться? Такую ночью, ежели присниться. Так, дай-ка я бумагу посмотрю. Все честь по чести, все как надо. Богатство прямо в руки мне плывет, но... Однако есть серьезная преграда. А может, другая подойдет? Ты пойми, старуха, я уже не в силах. И денег хочется. Прям-таки дошлит. А кто? Ну, значит, зря я приходила. Так ты меня не любишь? Поразит. Да люблю тортилу. Просто до отышки. Силы нет, необходимость есть. Вот так бы сразу, милый, шалонишка. Ну, что ж, бери мою девичью часть. Сходи! Нет! 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 Не надо! Я прошу! Нет! 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 Ну, садись с дивана. Скажи, ведь хорошо со мною было. Ну, что ты развалился, Степка? Меня по-прежнему ты любишь и верно не забудешь никогда. Такое солнышко не сразу позабудешь. И от любви не деться никуда. Ну, хор, ребят, тогда должна открыться. Раз между нами завершился роман. Прости, мой милый, чтобы тебя добиться. Решилась я на этот весь обман. Так, значит, золото... Золото, химера. Не в силах я была любви сдержать. Что делать, милый? Страсти нету меры. И девок же ядрёноте помирать. Должна сказать тебе... Должна сказать тебе... Как это сказать? Я напрямик. Напрямик. Ты просто золотой мужик. Но ты свинья. Ах так. Я ухожу. Прощай, вампир. Ну, я вам доложу. Золотой мужик. Прощай. Играет музыка Кошмар, вредение, призраки кругом Ах, добрый день! Поговорите с нами! Залейте на рекламный наш альбом Мы предлагаем сервис замечательный, за безналичный и любой другой расчет И девушек, и юношей ужасно привлекательных Для состоятельных и не совсем господ Какой сегодня? Ах, 43-й Гляди, да он совсем ослаб Плесни ему лекарства, Петя На свете беды все отбал Какое нафиг состояние? Он не стоятельный теперь Еще глоточек И страдания Утихнут сами Ты нам верь Измаялся, носатый господин Поберегли бы женщины, мужчины Все это шутки и остроты И в этом есть огромный плюс А если завтра на работу? Какой случился бы, капуз? Спасибо, дорогие! Для всех, кто пришел сегодня Сегодня для вас читали стихи, гранили, шутили и веселились Ирина Рынкина АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ДАНИСМЕНТЫ ВАТМИР САГДУМАЕВА ШАМИР СИСКАЯ САГДУЙСМЕНТЫ Александр Голин Каталья ОСИМЦОВА СМЕРИЯ САГДУМАЕВА МИЛИЯda САГДУМАЕВА МИЛИЯ ВАЦИ份 Михаил Даня Борнова Т Ripley Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok